Переходим в потрясающую категорию, потрясающую категорию под названием Ле, Ле Дручильня, Ле Дручильня На баночку, кстати, кликайте, вот этот чатик Когда заполняется она, бот, бодлайда, безалкогольного Разыграет три подарочные подписочки, you know, like, три Ни одну, ни две, аж три, ебать Ну вот, последняя про Гавайи месяц назад В смысле месяц, мы же только что смотрели Экшели больше, чем месяц Че-то время летит, пиздец, как быстро, вообще Который, я очень надеюсь, поможет навести порядок у вас в голове Вообще похуй, чел И в штанах Вот, сейчас вот это будет в штанах Че смотрю, гей порно И Unreal Engine 4, на которых работают ААА тайтлы ААА, тайтл Девочки и мальчики обрастают разным набором игрушек У всех есть плюшевые медведи, но у мальчиков к ним добавляются динозавры и машинки А у девочек куклы В школе гендерная разница нарастает Мальчики выбирают физику, а девочки инъяс А когда они взрослеют, девочки становятся, например А вот я, наоборот, в рот ебал физику, химию Куда угодно, блядь Везде, английский нужен везде, вообще Если сейчас, блядь, сидишь в России такой охуительный И не знаешь английский, ебать ты вообще просто, блядь Пездарь Тебе вообще, блядь Родился в России, умрешь в России, нахуй Это, блядь, не самое лучшее Ведь все же знают, да, что девочкам розовое, мальчикам голубое Правильно? Вот про мальчикам голубое, вообще впервые, кстати, слышал Вообще впервые Вот про девочкам розовое, слышал Очень много, очень много Маркетологи это подхватили и стали продавать девочкам розовое Мальчикам голубое К тому же, товар для женщин можно... Голубой кольт, блядь Блядь, это так сосно выглядит вообще Если трансгендерный мужчина, то есть женщина в прошлом Не удаляла, не удалял матку и яичники То он может родить ребенка Такое случалось и не раз В Австралии в 2014 году родило 54 мужчины А что там про миллион долларов было? Какая-то движуха про миллион долларов была А что там, типа, мужчина родит, миллион долларов плачет Что там? Уважать-то, уважать-то можем, да? А хули лезут-то? Вот вопрос Батя молчи Все, я ничего не буду говорить больше Кроме как хули лезут И кто же не имеет никаких претензий, блядь Там, делайте, занимайтесь чем хотите, блядь Кем-то себя считаете, да считайте на здоровье Ёбаный рот Че, блядь Навязывать какую-то хуйню Зачем, вообще не понимаю Я, если че Я, если че Идентифицирую себя как пельмень Если кто-то со мной не согласен Пошел ты нахуй Я пельмешек Если че-то это Бан Понятно, блядь Кину репорт на Твиче Забанят тебя, блядь Таких, как я, мало, блядь Нажмите на банку Че там будет, когда наполнится Пивасико зальете, блядь Ко мне И когда банка заполняется Бот разыграет три сапки Бот разыграет три сапочки Да, если что Пиво безалкогольное Бадлайт Безалкогольное Алкогольную продукцию рекламировать нельзя Сука Безалкогольное пиво Это как мужик без хуй Ну, конечно, ты-то, блядь Прям русский человек Российский Тебе надо, блядь Взять Набухаться, блядь В щи, блядь До потери сознания, блядь Надо случайно на рандоме Открыть квартиру И забыть ее закрыть Дверь нараспашку оставить Блядь Проползти до падика Проблевать хули Лестничную клетку, блядь Вот это, блядь Вот это, блядь Нахуй Ебать, блядь Россия Россия, блядь Ай, молодец, молодец, блядь Пошел нахуй Чуваки Вы, если думаете, что Вам образование, пиздец, как поможет В жизни Вы очень сильно ошибаетесь Особенно в Российской Федерации Уже помогло Ага, да, да Не Тема про образование Это очень интересная тема, на самом деле В том плане, что Нужно учиться там, где тебе интересно учиться И получать Экспу Такую Которая тебе пригодится Вот я вот реально не понимаю, почему я на школах Там вот на обязательной основе преподаю Там химию, физику Я вообще Биологию, географию Там Да я в рот, блядь, в рот ебал Все это Ну типа мне Мне настолько неинтересно Знать это И я понимаю, что мне настолько это не пригодится Вообще, блядь Никогда в жизни мне не пригодилось, блядь Там катеты, гипотенузы, блядь Че там это того самого Ни разу Не пригодилось Вообще Elite Dangerous 10 чекал Да, чекал Я бы поиграл в релизную версию Там сейчас альфа идет Блядь Вы видели эти арты? Ёбаный рот Ща Я чекаю новости с группы Elite Dangerous ВК Это пизда, чуваки Такой охуительный и реалистичный дизайн пушек Прям, блядь, выглядит ультра-сасно Вообще Да, мне еще будет интересно пощупать Как они вообще боевку сделают И какие будут миссии на основе DCA Тоже интересно Чекнигру Кенши Мне не надо писать чекнигру, пожалуйста Это не серьезно Батчат, вы готовы? Блядь, это шикарный дизайн Ёбаный рот Эта пизда круто выглядит Это, блядь, очень круто выглядит, чувак Я такого дизайна оружия вообще не видел, блядь Ни в одной игре Не, где Мантикора? Это что-то типа ионного дробаша будет Блядь, вот есть арты нормальные Вот, эээ... А, во-во-во Ебать! Я прям вот смотрю И прям ёбаный твой рот Как же это круто выглядит Короче, да Я обязательно поиграю в элитку Одиссею Реализную версию Вот если вот убрать вот эту всю хуйню Да, ватермарке То может показаться, что это как-то пушка из дома Вообще как бы Так, а что, кстати, по итогу в Одиссеи разрешат по кораблю ходить? Я вот этого не понял Нет, даже по кокпиту нельзя будет ходить А, с моим знанием у нефтяника будет всё заебись И я не помойки буду в чёрном золоте То есть в мазуте, блядь, ебучей нахуй Ну, блядь, у меня из знакомых нефтяников никого нет Поэтому я не знаю Ну, мне кажется, что если что-то связано с нефтью, равно заебись Чё вам по старсизму слышно? Ну, слышно, как людей наёбывают нормально так вообще Предлагаю залупу из пикселей за дохуя денег, блядь Интересует залупа из пикселей за дохуя денег чат? Вам в старсизму Ребята, ещё раз говорю Не нужно мне писать там го в какую-то игру Не нужно У вас есть прямая возможность заказать игру на стриме Да, условия нехуйные Полгода саба и 500 тысяч поинтов Это нехуйно, я согласен Много Много Но Какой, блядь, смысл писать го в игру, чел? Если игры вообще миллиард И так можно писать про все игры, нахуй В чём смысл тогда? Гова всё, блядь, подряд просто По алфавиту поехали, чисто для галочки всё прочекать Каждую парашу Да, кстати, чатик Послезавтра хочу просто вас предупредить И подготовить члены Потому что 8 апреля в 23.00 по Москве Будут показывать новую лигу в Пое И новую информацию по Пое 2 ПОГ ПОГ Это very пог вообще Гига пог Омега гига пог И сразу что-то мне взять прокатит Нет Тут в чём суть? Почему? Почему установлены такие условия для заказа? Потому что для меня важно Чтобы человек потратил действительно много времени На моём стриме Чтобы иметь такое право что-то заказать на стрим Понятно? Это как бы не с пизды взято Специально всё продумано Так, Колыванус, давайте сапочку Молодец, ты что он купил 100 тысяч рублей Нихуя соби сапка, блядь 100 тысяч рублей 100 тысяч поинтов Нормально такая сапка Твич лучше уточнить. Вот как вот, вот если забанят просто, блядь, потом приложить переписочку, нахуй. Твич стафа, блядь, который мне написал, что... И что, блядь, да и забанят, нормально, ебаш, блядь. И нам, нахуй. Добрый день суток, почему музыка из Думы считают хорошей? Она не просто хорошая, она гениальная. Она бесподобная, неповторимая и восхитительная. И это факт. Это факт, короче. Даже, это как аксиома, нахуй, понимаешь? Это же просто, та-да-да-да-да, зацикленное, без глубины мясо. Чел, мне кажется, ты просто троллишь. Мне кажется, вы просто не слышали, на нормальный industrial metal, если рассматривать, как музыку из игры, то есть музыка из игры, как Ori Hollow Knight, например. Что, а при чем тут Ori Hollow Knight? Чел, ты тролль просто. При чем тут реально Ori и Hollow Knight? Крылья будут из Шопа, как в тот раз, только другие вроде. Мне лично на дропы вообще посрать. Ну, они у меня на стриме по дефу включены. Но, чтобы я сам лутал дропы, то нахуй надо. Если мне что-то надо, я куплю просто. Я просто куплю, лол. Сейчас важный вопрос про игру. Играл, знаешь ли, игру Unreal Tournament? Нет, не знаю, что за игра. Чел, блядь, тут про такие игры спрашивают. Ты вот меня, блядь, вообще долбоёбом, что считаешь, если ты такой вопрос даёшь? Я с четырёх лет ебашу в кваку и думал. Всё, я думал, вопросов нету больше. Конечно, знаю, блядь. И тебе не болеть, дружище. В новой NFS я не играл и играть не буду. Нет смысла у них играть. Всё однотипное говно. Серию уже давно надо отправить, блядь, на переработку. Тотальную, блядь. Чтобы года 3-4 делали новую часть NFS. Но! Need for Speed это что? И Агамес. Не, ну хотя я, Агамес, сейчас очень запарились по поводу батлы. Прям, блядь, очень запарились. Хотят восстановить репутацию батлы. И у них это получится. Посмотрим, что с NFS будет, чел. Ghostrunner неплохие трейки, но там довольно дефолтный киберпанковый микс. Не прям, блядь, вау. Тебе, наверное, надо кое-что прояснить, да, дружок? Ты, видимо, чего-то не понимаешь. Что такое миг воркетке? Как добиться особенного звучания, при этом уважая традиции? И как создать саундтрек? Крепый спойней. Но я была и в аду. И там есть музыка. Молодежь наша. Юноши и девушки. Когда я сегодня иду по улицам, и я слышу хард-рок, и все производные рока, мне хочется плакать. Мне хочется стучать к вам. Зачем вы славите дьявола? Зачем? Это его музыка. Это она звучит в аду. Это под эту музыку. Истязаю прежним. Если говорить коротко и моими словами, Миг Гордон сделал вообще невозможное. Он миксанул старые, старые вайбы думов на новый лад, Причем проделав какую-то, блядь, неебически колоссальную, невероятную работу. Он взял белый шум, потом включал и выключал его в нужном ритме. Получилось это. Не очень впечатляет, но он добавил басы, накинул пару настроек в звуковом редакторе, И вот это уже превратилось во что-то прикольное. Это был первый шаг, отправная к всему саундтрек. Таким образом создавался эффект динамической реверберации. Миг осовременивал этот эффект. Создал сложную систему, массив из разных настроек для аудиосигнала. Пропустил через него звук и получил... Далее он стал пропускать через этот массив басы. Ну и с композицией на The Game Awards в 2016-м. Вы бы хотели быть там, стоять у сцены и качать головой в ритм музыки? Теперь понятненько стало? Или всё ещё, блядь? Пук, блядь, я не понял нахуй. Ни с одной, ни с одной, блядь, ни в одной игре, даже рядом нет такого, Такой синергии музыки и геймплея, как в Doom'е. Вообще, блядь, вообще. Безусловно, есть хорошие охуительные игры с пиздатейшим узлом. Да, там вот сразу же вспоминается Hades или тот же Ghostrunner, Который чуть позже был упомянут. Да, охуенно, охуенно. Но вы меня не поймёте, пока не сыграете в Doom. А, кстати, да, 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 да. Вы, блядь, точно, я же, блядь, самое главное забыл. Если вы тупорылый, кривой, уёбок, неспособный попасть в дробаша сразу, То вы не почувствуете этот флоу в Doom'е. Не почувствуете. Что если вот, блядь, ладно, не буду пример приводить в пизду, там у меня опять жопа спиритна. Просто да, есть типа челы, которые вообще, блядь, они не то, что пушки не комбинят, да, там, грен не комбинят, Ничего не комбинят. А даже, блядь, банально попадать в челов не могут и чё-то пишут. Ебать, у них вообще нет права на мнение о своём, когда они, блядь, настолько хуёво, блядь, играют. Потому что это важно. Касательно дума, это важно. Играть нормально. Потому что если ты не будешь играть нормально и будешь стараться, То ты не поймёшь вообще чё к чему. Особенно в Doom Eternal. Там в Doom Eternal накручено дополнительно столько аспектов игры, Что динамика вообще становится просто гебанистической. Ты, блядь, только успевай, блядь. Хорошие видео, только ничего необычного тут нет. Я, походу, даже не представляю, насколько часто использую всякого рода облучения, звука, груздя, химфа. Всё, ладно. Ты, походу, вообще не понял. Ты, как раз, походу, и есть тот чел, который зашёл в Doom, Проебал зомбику, который тебя с двух ударов убил, нахуй. А ты в него не смог с дробаша попасть. У него же хитбокс маленький, блядь. Не почувствовал вообще нихуя. Ни по отношению к Doom, ни по отношению к музыке. Музычка в Doom настолько гениальная. Ты к любому экшоновому моменту, представляя эту музычку, она подойдёт. Я не смотрю обзоры никакие. Ну, разве что, кроме Дрюзая, например. Вот эти обзоры, всякие дефолтные от изданий, это, блядь, вообще нахуй улухи. Из каких-то там обзоров хуёров, да, я смотрю только Дрюзая. Потому что он и понимает, о чём говорит, и при этом владеет скилом, блядь, в этом деле. А они в этом, нахуй, вот как, блядь, дефолтные журналюги, блядь, не могут закомбинить, блядь, в Манкубуса, нахуй, АР, блядь, плюс Баллисту, нахуй, сидят ночь, пушек много. Ебать, это вообще долбоёбишься. Это не мнение, это высер, ебаный. Короче, все, все игровые издания, это бред. Я вообще не знаю, кстати, нахуя смотрят подобные хуйни в плане, блядь, обзоры, игры какие-то. Я вообще не понимаю, нахуя. Потому что сейчас абсолютно любой, блядь, пользователь интернета, пускай даже не уверенный, может сам чекнуть игру. Просто банально посмотрев RAW геймплей, так сказать, чистый геймплей. Его можно посмотреть как на Ютубе, так и на Твиче, да, блядь, где угодно нахуй вообще. И самому решить, говно не говно. Что такое мивина? Это лапшичка быстрого приготовления украинского рынка. Ещё руссобзорщиков делают неподкупные обзоры. Не, ну это уже совсем другая тема. Atomic Heart, да, 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 знаю я Atomic Heart. Геймплей видел, и за игрой слежу, и поиграю в неё, когда она выйдет. К Atomic Heart, кстати, Мик Гордон саундтрек пишет после того, как беседка опрокинули Мика, блядь. Чуваки, я про все вот эти хайповые игры, сабнатика, хуятика, я про всё это знаю, блядь. Зачем спрашивать? Это я про какие-то специфичные игры не могу не знать, про которые, в принципе, мало кто знает. Там, как вот, как Хедон, например, блядь, вот это. Даже, блядь, подумать не мог, что такое говно вообще может существовать. Что с мигом звучит, что беседка сделана, ну, загугли. Блядь, Баян уже двухлетний, да, он настигает. В последнее время, запекая глаза, слезяцкая, ты раньше всего включил, немножко совет дать. Имплантировать себе кибер-глаза, блядь. Плоть слаба, железо, мощь, а чечи специальные жёлтые. Более бездарного выкида денег, блядь, быть не может. Кроме как купить какие-нибудь гонера, блядь. В мониторах BenQ-шных есть LBL, Low Blue Light, гебаш максимум, всё, готово, блядь. Если у тебя монитор говно, не Asus, не Lose, не BenQ, не, там, у кого ещё LBL, у ViewSonic вроде есть LBL. Короче, вот, если у тебя монитор параша какая-то, нонейм, то качай программу Flux. Ставь удобный для тебя, ну, приемлемый для тебя тепловой фон. Поляризоночки, норм, сильно, нихуя не помогают, плацебо лютейшее. Да, и обязательно, обязательно, ребят, в плане мониторов и глаз, никогда не играйте в темноте. В комнате должен быть минимальный свет, хотя бы за мониторами, иначе, блядь, привет, туннелечка, блядь. Вот у меня, видите, у меня, это, это минимальный свет, у меня есть ещё гореть. Просто вебка старая, она, хуево, передаёт цвета, там, на, там. Рука называется Flux, F-L-U-X. Твой коврик уж заебись, рекомендуешь. Ну, коврик довольно дефолтный, но нормальный, то есть, ну, у меня и фликать получается, и всё на свете. Учитывая, что я ем за компом, и он по-любому грязный. А уши, уши не стоит покупать, если у тебя нет хорошей звуковухи. И очень стоит, если она у тебя есть, потому что они очень дешёвые по всему качеству. В комплекте звуковуха у этих ушей Quantum One полнейшая, блядь, дерьмина. Просто ужас какой-то, нахуй. Никогда в жизни, блядь, не подключайте. Я говорил даже, что с жебелем, блядь, чуваки. Вы, если хотите, блядь, бест прайс уши, выкиньте нахуй из комплектации. Это, это, это бездарность, этот, блядь, кусок говна под названием ваша, блядь, звуковуха. Пусть люди просто сами подключают. Вот, у меня, у меня вот миниджек подключено, вот. Миниджек, переходник, мама, папа, всё, воткнуто в звуковуху. Всё, всё по железу, есть в описании стрима, чуваки. Всё указано в мельчайших подробностях. Ты жирный, осуждаю боди-негатив. А ты тупой, осуждаю брейн-логатив, блядь, блядь. Сколько ты ему ебанул, Битл? Секунд, давай пермачь, нахуй, об этом не хочу видеть. Что насчёт капелек, есть хорошие капельки, но для меня лично капельки это неприемлемо. Почему? Потому что у меня уши очень сильно потеют. Настолько сильно, что если я сижу в капельках больше двух часов, у меня, блядь, внутри уха лужа просто пота. И ты как будто под водой. Охуенно. У меня есть охуенные капельки, они называются Bose UC20. Это самые распространённые капельки среди киберспортсменов. Всех. ТОТ, АКС, ЛОЛ, неважно вообще, любых киберспортсменов, все играют в них. Не верьте рекламеннику, все играют вот в таких наушниках. Вот это блок, шумодава, вот сами наушники. Наушники стоят около двадцатки. И эти наушники окупили себя, ну, процентов, наверное, на пятьдесят тысяч минимум. Настолько они охуенные. У них невероятно крутая позиционка. Прям очень чётко слышно, где кто топает. И шумодав настолько сильный. Шумодав настолько сильный, что эти наушники также можно использовать при полёте в самолёте. И, конечно же, не слышишь вообще самолёт. И я помню, у меня был рейс. Рядом со мной сидела мамаша с двумя детьми. Один ребёнок был спокойный. А второй пиздюшара прям вообще скакал, как конь ёбаный. Орал, блядь, там, хуял, блядь. Ну, я видел, что он там рот раскрывает, блядь, как нахуй динозавр, блядь. Типа, аааа, улава, блядь. А я его не слышал вообще. Его вообще не слышно. Мамуля-то вообще там добрая, прям отзывчивая. Говорит, типа, вы извините уж, пожалуйста, что у меня такие шумные. Я говорю, да, блядь, вообще не парьтесь, у меня наушники с шумоподаврением. Короче, муд, муд всех. Вот в этих наушниках муд всех вообще. Единственный минус этих наушников в том, что вот этот блок шумоподавления, да, вот эта пластиночка, её надо заряжать. Всё, всё. Единственный минус наушника. И то, ты эту хуйню заряжаешь, её на неделю хватает. То есть вот шумодав необычный, он с каким-то своим присофтом. В каждом, что-то типа в каждом наушнике на внешней стороне есть микрофон, который записывает все звуки вокруг тебя. И он фильтрует их нахуй. И ты ничего не слышишь вообще. Поэтому вот если там у киберспортсменов висит всякая реклама там, типа там HyperX, Logitech, ещё чё-то. Чуваки, это всё, это всё только реклама. Все киберспортсмены сидят в Bose QC20. Все вообще. И казалось бы, да, в чём проблема тогда боссам рекламировать QC20, да, вот чё бы они рекламу не купят. А это такая компания, что их не надо рекламировать. Это как Rolex, блядь, от мира наушников. Да, вообще не нуждаются рекламе. Как я настроил звук на звуковой карте? Никак. Поставил дрова, блядь, воткнулся. Не могу настроить звук по аналогии тонкомпенсации на реалтековских звукш... Чел, показываю настройку невероятную, когда ты используешь нормальное железо. Смотри. Ебать. Ахуеть. Почему в среде киберспортсмены вообще не популярны любые аудиосистические бренды? Потому что это нахуй не надо. В играх важно слышать где, а не как. Это как вот то же самое, что челы покупают, блядь, ИПС-мониторы, чтобы в игры играть. Ты, блядь, никогда в жизни, нахуй, не будешь сидеть рассматривать... Ох, какой у меня охват, блядь, и РГБ пиздатый в играх. Никогда вообще, блядь. Если ты действительно этим занимаешься, ты нихуя не игрок. Ты, блядь, хуй плет. Это как он с Коти, с КТВ Скай тоже. Мы что-то тусили в Германии, в Берлине. Что мы делали? А, Турик по Апексу играли. Во. Совместно с Кулером. Знаете такого дядьку? Во, блядь. Что-то у нас там зашла тема про Моники. Там, Котя, давай мне рассказывать, блядь, за ИПС. Типа, блядь, цвета, не ебаться, нахуй. Дым-сю-дым, типа ТНКС, ссет, блядь. Я что-то помню, что открыл Ноут, говорю ему, вот какая? Такая матрица у Ноута. А у меня там картинка сочно настроена, ну, для сериков, киноков, ну, в сериалах кино, там и проще. Ну, это важно, да, чтобы цвета были. Ну, от этого зависит восприятие контента. Давай, говори, че? Че, ТНК или ИПС? Слушай, ну, блядь, нормально выглядит, и дай Ноута. Че, сколько стоит? Ну, я говорю, ну, ну, там, че, ссори, 300 стоит. Ну, ИПС говорит, нет, там ТНК, блядь, на 200-герцовый, блядь. Ну, то есть дефолтная, дефолтная ТН чисто, чтобы в игры играть. Поэтому это все полная хуета, вот эта цветопередача, хуячи. Если вы собираетесь играть в игры, это полная хуета, вообще, чуваки, блядь. Это последнее, на что вы должны смотреть в покупке монитора. Тем более, помимо ТН и ПС, сейчас выходит вообще дохуя других, там, всяких панелей, блядь. Там всякие, да, OLED, VA-шки, там, вот это, там, вообще пизда, там. Супер дохуя. А цветопередача не помогает видеть Роуз в Супере. Сука, заткнись, заткнись, блядь, заткнись, нахуй. Прошу, блядь. Ой, боже. Блядь, просто заткнись, нахуй. Ой, блядь. Курва, минивашку, минивашку российскую спелькуватись, шо ты прешься. Да я с тебя говорю, хлопчик, блядь. Я с тебя говорю про одно, а ты про другое, блядь. Цветопередача и тупо яркость, это вообще разное абсолютно. У меня, если что, немецкие корни, блядь. Вообще не знаю, немецкие бытовые. Есть игра, которую ты ждешь. Ну, естественно, батлу новую. Она будет называться просто Battlefield. Выйдет в конце этого года, но, возможно, в начале следующего. Если что-то не так пойдет. Пое 2, Atomic Heart, Darkest Dungeon 2. Киберфальд. Да, жду киберпанк. То, что вышло, это говно. Ну, допилят же, допилят. Правильно? Ну, там через 2-3 года, блядь. У Ведьмака, что же все хуево было, пизда, вроде как. Допилились же. И все, в этом году вроде ничего не выйдет больше. D4, D4 обречена стать хуйтой. Потому что невозможно переплюнуть пое. Невозможно. И то, когда выйдет D4, к тому времени уже выйдет пое 2. Кому нахуй вообще-то дьяволу нужно будет. В Last Apache я не играл в Last Apache. Мы хотели поиграть, пошели в Last Apache. Мы купили игру. Скачали. Заходим, а там нет коопа. Ха-ха. Пока сразу, блядь. Alien Shooter 3 не будет. Там же Sigma прощупала. Что, блядь? Мобильные игры, это заебись? Можно нихуя не делать и рубить капусту на долбоебах на мобилках? Ха-ха-ха-ха-ха. Ведь они донатят нихуя, но, блядь. И, сука. Нахуя шо-то делать, если можно нишо не делать. Ха-ха-ха. Ну, блядь. Майнеры его тоже вот охуенные, ребята. Ха-ха-ха-ха-ха. Асики не купите за дефицит, ахули полупроводников. Ха-ха-ха-ха-ха. Скуплю все видяхи в ДНСе. Ха-ха-ха-ха-ха, блядь. Есть, если чё, специализированное железо, которое только сделано для того, чтобы майнить. Оно даже дешевле, чем видяхи. Но, блядь. Ёб твою мать, куда вы лезете? Его потом не перепродать. Ха-ха-ха-ха. Не наебёшь, не проживёшь. Это про майнеров, нахуй. Специализированное железо не продать, наверное, через полгода. Так это и не будешь продавать с таким курсом битка, блядь. И не будешь. Что ты? Ха-ха-ха. Ты будешь майнить до тех пор, пока, блядь, пизда не высохнет, блядь. Майнишь на своей, пока не стримишь? Конечно. Специально для этого купил. Чтобы она мне... Сколько, 30-90, может, намайнить? Ну, наверное, косарь в день она майнит, да? Наверное, косарь в день она майнит. Тысячу рублей. Это вот как раньше играли в куки-кликер, да? Хуячили печеньки, блядь, на сайте. Строили там заводы, блядь, хуёды. Вот теперь эти челы, блядь, играют в куки-кликер, блядь, ИРЛ. Не, майнинг это охуенно, да? Если говорить как о заработке, да? Это заебись, это круто. Но это не круто, когда это мешает рынку, блядь, нормально существовать. Разбирали тему с идеакартами. Вот именно, что эту тему разбирали 20 тысяч раз. И проблемы три. Первое. То, что производители не справляются с запросом. Второе. Майнеры. Третье. Перекупы. Как быть крутым, когда весишь 65? Причем тут вес? Причем тут вес и в чем измеряется крутость, по твоему мнению? Потому что в одном коллективе ты можешь быть крутым, в другом вообще полным лохом. Считаться вообще долбоебом. Ну, то есть, вот, например, среди своих братков, которые там шарят за игры, ты прям, блядь, знающий, допустим, да? А в компании своих родителей ты, ебать, чертила необразованная, нахуй. Сидит в игры играет, долбоеб, блядь. Чего добьется в жизни, блядь? Тут и все, да, тут... Ты не можешь быть крутым везде. Ты не можешь быть крутым, крутым, блядь, повсеместно. Это невозможно. Ты обязательно кому-то будешь ненавистен, неприятен. Даже по каким-то минимальным параметрам. Ну, то есть, вот, почему меня большинство хайтит челов? Блядь, просто потому что я толстый. Серьезно. Ну, то есть, для меня это, вот, например, блядь, серьезно. Просто потому что я толстый. Ну, блядь, в качашку не ходишь, блядь. За собой, блядь, не следишь, блядь. Сдохнешь 30 лет, блядь. То есть, ну, это как пример. Я ни разу не хотел похудеть. Каждый день хочу похудеть. Ты знаешь, способ, чтобы сидеть АФК и похудеть, при этом продолжая жрать все, что хочешь. Правильно, такого нет. Скажи, брат, сколько выходит зашумить помещение? Акустику подготовь, брат, строю свою студию. Ну, это зависит от того, насколько тебе сильно надо зашумить. Какое помещение? Ну, это из того, что я знаю, из того, что мне сенсорика рассказал. Вот моя комната, да? Да, 10 квадратов. На нее полмиллиона ушло. Конструкция, деревянный каркас, двойной слой фанеры, двойной плавающий пол, технониколька. Очень много техноникольки. По всему периметру нахуящено. КВЛК, фибролит, что-то еще, я не помню. И в итоге... Ааа, меня не слышно нигде. По квадрату стоят по шуму комнаты. 0,5 съела. Вторая дверь, да, стоит уже. Да, это полмиллиона ушло на все. На материал, на услугу проектировки, на услугу постройки, на дополнительных рабочих, которые ускорят процесс. Занимался этим сенсориком, вы его в чате иногда видите. Вентиляция. Проточка, либо открываешь окно. Сколько километров? Так я говорю, 10. Небольшая комната, чистая. Комп поставить. Вот тут у меня телек. И сзади меня должен был стоять диван, но ремонт не успели закончить из-за коронавируса. Уложитель воздуха пользуешься? Нет. Но, кстати, я хотел. Я даже заказал. Но, что-то там под Новый год заказ отменили. Я ни хуя не понял. В итоге забыл и забил, блядь. Те канал телека? Да я не ебу. Дохуя! Сколько это? Дохуя это, короче. Это дохуя, короче. Это какая-то OLED LG-шка вроде, да? Стоит ли надеяться на изменения стечей? Стоит ждать новую платформу и надеяться, что он не загнется как Васт? А Васт что, разгибался? Типа это что? Типа разгибался? Никто не разгибался. Даже YouTube не разгибался в плане стримов, чуваки. Twitch в плане функционала и удобства всего для стримера все еще топ-1. И никто даже не приблизился к этому. А все почему? Потому что всем остальным похуй, что хочет стример. Все фокусируются на зрителя, на то, что надо зрителю. Но у вас не будет, блядь, зрителей, если у стримака все хуево. Че он LG взял? Хорошие отзывы, крутое сочетание, цена-качество. Я за сколько взял этот телик? Че-то то ли за 60, то ли за 80, короче. Когда аналоги от других производителей стоят по 200к ебать. Я такой, нихуя разница, блядь. Да, 4к ящик. Бля, на нем смотреть шо-то это вообще охуенно. Дефолт позиция сферы продаж, все для клиента, нихуя продавцу. Да, но стримы это другое. Нет стримера, нет зрителей. Как относится в игры крутого Сэма? Никак, мне похуй. Начал, стол сзади. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Пивка налил? Додо купил? Let's fucking go, блядь. Не жарко в комнате с такой изоляцией? Ты не поверишь. Ты не поверишь, че у меня есть здесь? Оу, да ладно. Блядь. Твой марки кондей? Хайр. Под кондея не болеешь часто. Чел, это миф ебаный, что от кондея болеет кто-то. Это просто миф, блядь. Я сплю под кондеем всегда. Каждую ночь сплю под кондеем. Блядь, очень приятненько засыпать, когда тебе легенький ветерочек щекочет усики и ебальца, блядь. Чисто. Ой, вот этот вот. Сука. Все, я спать, блядь. Что с окнами как защищены? Бронированное стекление, блядь. 15 слоев, блядь, чтоб стрим-снайперы не ебашили. Обычное кно, блядь, ебаный. Ребят, скрин рабочего места есть в группе ВК. В альбоме, как и у всех. О, нихуя пок. Нихуя пок. Нихуя пок. Вы не знаете, что это за тема? Короче, поясняю, что это за тема. Со следующей лиги, как я понял, вы сможете через приложение на Твиче, Nexus, чекать, какой МТХ у какого-либо стримера. И буквально в два клика покупать это МТХ. При этом поддерживая стримера тоже. Типа, зашли, такие. О, нихуя. Пиздец, круто. Хочу такое же. Хоп, купил. Только у меня тут подэфу, как всегда, нету, да? Ну да, я же нахуй никому не нужен. Надо будет написать. Блядь, вот ничем не нравится русская комьюнити. Вот всегда такие комментарии, блядь. Вот всегда вообще. Блядь, вот просто, к примеру, читаса взять, да? Видолага, блядь, играет на хардкоре. Видно, страдает. Блядь, вообще не может нахуй. Придумывает вилка билды, блядь. Пытается как-то что-то интересно рассказать, показать. Ёбаная хуйло, блядь. Вот максимум, что высрало, это вот. Матила нет, Зиза нет. А, ну да. Получается, много кого забыли. Главное, крипариана добавили. Он, блядь, в бой раз в месяц заходит, дай бог. Может, это русстримеры пока что. Чел из русстримеров, то только читас. Ну, NeverSing знает русский, но он не русский, он вроде немец. Остальные, это англоговорящие. Приправит же, для игры дохуй я сделал? А, ну этого я не знаю. Как-то странно. Для игры дохуй я сделал, в игру не играют. Если бы я помог Пое в чем-то, да? В плане разработки, еще что-то, блядь. Я бы еще больше играл, еще больше погордился. Ну, вообще, это от человека, конечно, зависит. Приоритетов от целей. Для меня игры это все вообще. Я не представляю себе жизни без игр. Клаву взять, в душе не его любую бери. Ты не я, я не ты. Бери, что тебе нравится, а не то, что тебе советуют. Для каждого человека свои девайсы. Нету такого, что, блядь, большинству нравятся одни и те же девайсы. Вот, например, самая хайповая мышка сейчас, G-Pro. Полное, блядь, говно. Очень маленькое, дабл кликаща через месяц. Настолько легкое, что, блядь, коробка, вот мышка с коробкой. Ты когда берешь эту коробку, ты думаешь, что она пустая. Для меня суперлегкие мышки это не ок. Вообще не ок. Да, я вообще хотел скинуть вам рабочий стол, блядь, свой. А то какая-то проблема прям. Я смотрю у людей. Мой рабочий стол вот. Портретный моник, читать чат. Вот видите, сколько я там сообщений вижу. Я вас дохуя вижу, блядь. Игровой моник и ИПС-ка на... Так, хуйня. Очень хочется кронштейны прихуячить. Когда ремонт буду делать, думаю, займусь этим. Вообще, блядь, вообще можно стол купить новый. Мне сенсорика предлагал сделать столешницу на всю длину. С выемкой, чтобы окно открывать, закрывать. Столешница на весь этот. Каркас-держатель, чтобы не прогибалась. Стойка посередине. Блядь, это просто, блядь. Накопушка была. Надо было доделать. Какой черт второй монитор, просто недопонимаю. А ты не поймешь, пока не купишь. Не поймешь, насколько это удобная охуяна. Сам ремонтом собираюсь заниматься. Я не занимаюсь тем, что делаю хуёво. Я криворукий уебан в плане ремонта. Что-то там сделать, построить нет. Вот сломать, блядь. Давай кувалду. Вот еще я поменял FPS Pro на Origin Core. Потому что она умирать стала. Она умирать стала не потому, что она хуёвая, а потому, что я по ней ебаш как голбоёк. Да, если что поколение 2000+, родные, потерянные. Если потерянные. Что у людей другие вкусы и взгляды это потерянные? Значит, это ты потерянный. Это уже ты потерянный. Люди, которые не адаптируются к вещам происходящим, да, они считаются потерянными. Ты потерялся. Родители, вот тоже вот недавно тему поднимал. Родители, которые считают, что типа игры это бездарность, еще что-то. Тоже потерянные, вообще очень потерянные. На играх можно так подняться, при этом не обязательно быть киберспортсменом. Это, я бы даже сказал, киберспортсменом стать, это одно из худших, блядь, что ты можешь решить, блядь. Потому что быть киберспортсменом, это очень большая ответственность, постоянные тренировки. И что самое страшное, игра перестает приносить тебе удовольствие. Потому что она становится ебаной работой. Это самое страшное, чуваки. Это самое страшное, что может с вами произойти. В чем круто с алкоголя? В алкоголе нет ничего крутого, только негатив. Вот эта вот тема тоже потерянный, да, типа. Тут опять же таки стоит понимать и отличать, что ок, а что не ок. Вот, например, из нового не ок, это, например, тик-ток. Да, вот если ты в тик-токе, ты зашквар. Ну, то есть, вот все нормальные люди понимают, что если чел есть в тик-токе, ты зашкваренный. Или, там, например, если, там, учитываешь мнение таких людей, как Логвинов, например. Ты тоже зашквар. Вилсаком, тоже зашквар. Ну, то есть, вот эти вот все вот подряды. Это, ну, прям дает человеке понимание того, кто он и что он, кого он слушает, кому он прислушивается. Сразу становится понятно, блядь, кто этот человек, махня. Одно дело, когда там смотрят подобных людей для того, чтобы словить кринжатуру, да, и сдохнуть от смеха, блядь. А другое дело, когда на серьезном ебали сидят такие, блядь, да, да, ну. Вот тик-ток можно зайти, вот это вот как раз вот, словить кринжатуру лютейшую, блядь. Как там, блядь, какая-нибудь бабушка ча-ча-ча танцует, блядь, еле выживая, так сказать. Ставить киберспортсменом по доте, что она страшная. Ну, дота, кс, лол. Огромнейший стресс. Дичайшая конкуренция. По каким играм легко стать киберспортсменом? Валорант, PUBG. Вообще очень легко. PUBG пиздец легко вообще. Настолько легко, что ты играешь, играешь, спокойно никого не трогаешь, тебя однажды могут в Na'Vi позвать. Это я, это я. В Na'Vi позвать, поиграть на снидине, блядь. Да, киберспорт. Киберспорт очень интересная тема. Киберспортсмены, вот люди, которые выбирают целенаправленно этот путь. Блядь, это, по-моему, герои нахуй. Потому что брать на себя такую титаническую ответственность, подвергаться постоянному стрессу, очень сильнейшему стрессу. Это, конечно, блядь, охуеть может. Стендапа, не, я не смотрю, вообще никакие. С этим вообще сейчас нет, почти не разговариваем. Упраждая на контента мало притечения. Ну, скорее всего, да. Планируешь справить дочку, учиться заглянуть в будущем интернет-чехию. Ну, если захочет, то пожалуйста. Я вообще собираюсь своей дочке предоставлять полную свободу в том, что она хочет делать. Потому что действительно легендарный и крутой человек может возникнуть из того, что он сам хочет. При этом родители должны поддерживать ребенка в любом проявлении. Там, допустим, если родителю не нравится, что, блядь, там, сын или дочь играет в видеоигры у, сука. То это, блядь, проблема ебаных родителей, блядь, что им не нравится. Вот для меня это было проблемой. Потому что меня батя поддерживал. В том плане, давай, сынуля ебаша, а мама нет. Мама вот как раз у меня СССР направленная, так сказать. Давай, пиздуй, учиться, блядь. Без корки ты, блядь, будешь нахуй помойки нюхать. Но доля правды в этом есть, типа, да, но мир поменялся очень сильно. Мы теперь не в СССР. И, блядь, в мире стало очень много вещей, которые позволяют вести себя по-другому совсем. Принимать решения абсолютно другие. А сейчас все поменялось, блядь, сын, а ты-то, оказывается, красава, блядь. И батя мной гордится. А я, батя, как горжусь, вы не представляете, блядь. Блядь, какое время это было? 99-й год, 99-й год. Батя купил компьютер. В 99-м году, вы вообще представляете, что... Вы вообще, блядь, осознаете, что это за событие? В 99-м году персональный компьютер, блядь. Вы вообще осознаете это? Очень мало у кого был комп домов, блядь, в 99-м. У меня был. У меня был дома комп. Мы были не особо богатые, блядь. Жили в трешечке такой. 15 семей, блядь, в одной... Ну ладно, две семьи, по сути. Жило в одной квартире. 4 года у меня появился ПК. И батя сказал, еби. Еби, нахуй. Квака, дум, летс гоу. Если бы не это, то я бы, скорее всего, сейчас здесь не сидел с вами, чуваки. Позови, батя у нас стрим. БАТЬ! Давай! Чел, у меня родители в Екатеринбурге, я живу в Москве. Я сейчас разберусь со своими делами и долгами, да? И буду перевозить родителей куда-нибудь. Ну не Москва, а что-нибудь поспокойнее, типа зелени. Да, сейчас еще эта корона хуйня пройдет, там все провакцинируются этим спутником, жмутником, блядь. Создастся хоть какой-нибудь иммунный барьер, блядь, общественный и можно будет что-то делать. Для этого надо еще подождать. В ЕКБ одни быдла. Так, и в чем твое быдло определяется? Чем переезжать из Ебурга МСК? Перспективы, заработок, дислокация, в конечном итоге. Что ты будешь делать из Ебурга? Дрочить хуй. Что ты будешь делать из ЕМСК? Все что угодно вообще, все что угодно, все что угодно вообще. Чел, так ты мне ответишь, почему в ЕКБ одни быдла, или ты сейчас улетаешь перманентно? У тебя одна минута. Я твой ник, конечно, закинул. Люди очень злые, я там бывал, а те, кто даже живет там, все в авторитете. Очень опасно жить там. Ты полнохуй не написал, чел. Ты можешь так написать, только если ты сразу нахимаш ебанул, да? Прилетел и нахимаш сразу, да? Ну так, да, если так, то да. Если что, откройте страшную тайну. Кроме Москвы, во всех регионах, я уверен, люди ходят очень злые и недовольные. Потому что развивается только Москва и то, что рядом с ней, и все остальное нахуй никому не надо. Более того, это даже нахуй никому не надо, тем, кто там живет. Поэтому злые. Я знаю, чем я говорю, я из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга жил в железнодорожном районе. Не самый хороший район Екатеринбурга. Далеко не самый. Не такой, чтобы прям, блядь, криминальный, да? Беды случались, но не такой, чтобы прям, блядь. Потому что людей работа замучила, импотека и все такое. Работа и импотека зависят от решения самих людей. Тебя никто не заставляет брать импотеку. Тебя никто не заставляет ходить на работу. Ходить на дейлик под названием работа, чтобы была возможность выполнить снова дейлик под названием работа. Никто, блядь, никто вообще не заставляет ни тебя, ни кого-либо этим заниматься. Все зависит только от тебя, от твоих решений и от твоих мозгов. В шкиле учился, во многих шкилах учился. Я не буду тебе говорить какие-то школы, потому что это может задианонить моих родителей. Я, естественно, делать не хочу, потому что у нас в России очень много долбоебов. А нормального закона о самозащите у нас нет. Поэтому лучше избежать лишней провокации. Правильно? Если бы был полный, не, я до такого класса. Короче, до Modern Warfare 2 я был худой. Охуеть, да? Не, по Шоле был такой же толстый, как я сейчас. То есть мы оба были, ну, одинаковой комплекции толстой. Но сейчас по Шоле похудел, я не знаю, что у него послужило причиной. А я просто пока ленюсь. Я не из тех людей, которые там... Ой, ну у меня вот кость игровая, блядь. Поэтому, блядь, не худеется, нахуй. Или там, блядь, вот у меня гены, блядь. Нет, я просто ленивая, жирная тварь, блядь. Которая не хочет худеть, все. Только поэтому. Если я захочу, да, если будет какая-то причина веская, похудеть. Я похудею, я уверен в этом вообще. Но пока этой причины нет. У меня рост 190 чем-то. Нет, просто есть такой класс людей, которые, типа, блядь, оправдывают свой жиризм, блядь, тем, что у них там что-то с генами, блядь. Или, блядь, у них там какие-то кости большие. Там они, типа, навсегда обречены ставить жирным челом. Сейчас, блядь, сейчас уже даже есть аугментации, блядь, для того, чтобы перестать быть жирным. И они дешевые довольно. И даже у нас в России это есть, блядь. Все можно. Ну, про аугментацию я имею в виду, что там поставить имплант, перетягивающий, там, желудок, блядь, чтобы тебе просто не хотелось есть больше, чем чуть-чуть. Эта хуйня вообще давно существует. Я уверен, что помимо этой хуйни еще что-нибудь там придумывали, там, куча всяких хуйни, чтобы можно было без ряда здоровью суперстабильно похудеть. Но дело все значительно проще. Бесить жир, ебашь, качалку. Хуячь железо, как ебаный ишак. У вас там еще корона, карантин есть. Нет никакого карантина, всем вообще похуй. Ты без маски ходишь, всем ты без... Корона, конечно, есть, она никуда не денется. Суперстабильно похудем на 30 кг, просто нормально кушаем без физ нагрузок. А я не хочу нормально кушать. Вот я, например, не хочу. Я хочу жрать, как свин, блядь. Ухрюкиваться, блядь. Пицариками, художиками, сушами, блядь. Вот все, что вижу, жрать. Я хочу. И все, блядь. И так можно делать, просто вместе с этим, по-хорошему, надо бы чем-нибудь заниматься еще. Минимально, хотя бы бегать каждый день, там, по дорожке. Купить себе дорожку беговую, хотя бы мини. Как среклянно познакомились. Эй, мы что? Че, отхватит про похудание, блядь. Ты вообще здоровый человек, блядь. Вот чел пишет, блядь. У сестры был имплант, блядь. Дело в том, что изжрать обычно, выблевываясь все, что не пролезло, блядь. Вот ты, блядь, здоровый. Что, блядь? Сука. Если через несколько лет игры начнут делать для VR, будешь покупать его. Чел, вот сейчас VR делают игры? Нормальные, полноценные, блядь. Игры, прям вот, можно назвать игру, прям игрой. Half-Life Alyx, да? А, и все? Ебать, нихуя себе. Вот это да. В VR прикольно, например, полетать в элитке. О, я играл в элитку на VR. Вот это кайф. Да, прикольно. Даже блевать не хочется. Ну, то есть, прикольно, прям. И все. Покупать хуйню за 40к, блядь. Чтобы, вот, просто летать в элитке. Для ладоут? Ой. Ощущение, будто пушка быстрее бивает. Так, блядь, это даже видно, вот, как вот Рек играет, да? Он с геймпадом. Это видно, что АМ-ассист работает уже от того, как ты стреляешь. То есть, ты начинаешь стрелять, когда начинает пушку водить из-за, собственно, блядь, ебаного нахуй. О, ща блевану нахуй. Из-за ебаного АМ-лока, блядь, обратно пушку возвращает очень быстро. И поэтому у тебя прям все значительно кучнее летит. И от этого меняется ощущение любых вообще пушек. И поэтому меты разные. Вообще консольщики не играют с фарами. Они все играют с бурстами. В то время, как, блядь, играет с бурстовка на компе, ну это, блядь, такое си. Сосались. Из-из-из-из-из-из-из-из. Наконец-то, блин. А новый ролик уже совсем скоро. Не пропустите. До новых встреч. Не пропустите. До новых встреч! До новых встреч! Как долго ты в начале карьеры стримил до своего первого саба? Ну, во-первых, я стримил большую часть времени своего не на Твиче. Поэтому этот вопрос неуместен по отношению ко мне. Но первый мой донат был, это 500 рублей от Лехи777. Если ты про это. Там во времена СКДТВ много хороших донатеров было. Там и Санька, да с Динга, вот с ним все еще общаюсь, играю. Что-то делаем по чуть-чуть. Трэн Кайн, Атомик. Я помню всех этих ребят. К донатерам у меня отношения особенные. В том плане, что я помню. И не использую показуху в стиле, блядь. Там типа список донатеров. Вот, посмотрите, сколько мне на донатили, блядь. Убать, кайф, Музу. Стец. Не, кино или сериал, это зашквар вообще. Я как раз за то, чтобы банили за это, нахуй. Да, просмотр кино и сериалов. Видосы совершенно другое дело. Потому что находятся в абсолютно другом правовом поле. Все любят отсасывать, стоит ли покупать рекламу на Твиче или в тупую стримить. Until тебя заметят. А реклама не работает в том плане, что если ты стример и покупаешь рекламу своего канала у другого стримера, она не работает. Ты, нахуй, никому не нужен вообще. А чтобы тебя заметили, делай оригинальный контент. Самый простой. Ну, как самый простой. Удачи тебе придумать оригинальный контент, да? Да, по поводу вот этих стримерш, которые там стримят откровенно одержись, да, так сказать. По большей-то степени проблема не в них, а в тех, кто смотрит. Это типа такой контент смотрят настолько тупые, блядь, люди, которые не могут подрочить на специализированных сайтах, блядь. Жена не разрешает смотреть. А, то есть на какую-то тёлку, блядь, в купальнике, блядь, разрешает. Бояная жена. Ну, да, мы не будем называть, как конкретно называются эти люди, да? Потому что за это тоже банят, да че. О, блядь, никого не обидеть, нахуй, в интернетике, блядь. Не, не, сука, блядь. Не дай бог убедишь, блядь, мы тебя забаним, нахуй. Не как этих, блядь, на три денёчка, а, блядь. На недельку, а то и на месяцочек, сука. Ты базарушку-то фильтруй, блядь. Ты видел видос Клоза, прости-ка я. Чел, тебе рассказать, к чему всё это? Абсолютно любой конфликт, который происходит в интернете, он происходит всегда. Запомните? Всегда. По причине... Можно хайпануть лишний раз. Всё, всё, всё. Нет никакой, блядь, битвы за справедливость или ещё какой-то хуйни. Всегда, вообще. Я вообще ни с кем не конфликтую, да? Вот, если мне не нравится чел, я ему в личку напишу, нахуй, не общайся со мной, не пиши мне ничего. ББ. В худшем случае напишу ему, пошёл нахуй. Всё. Никогда на публику ничего не покажу такого. Никогда. Потому что это гнилой удел, очень гнилой удел. Вот эти вот конфликты, что там вот, блядь, даже маки-щерек, тем более маки-щерек. Это вообще пол... Шо один, долбоёб, шо другой, блядь, оба долбоёба. Я ему, блядь, в лицо это сказал. Вы оба долбоёба. Такой хуйней занимаетесь. Абсолютно, блядь, это супер-немужские поступки. Вот это вот сидеть, блядь, ныть друг на друга. Да я ему хуй отсасывал, блядь. Там вот это вот... Что нахуй, боже, блядь? Это вообще никого не бьёт, никому это не интересно, блядь. И слушать нытьё, блядь, о том, что, блядь, кто-то молодец, кто-то не молодец, всем до пизды абсолютно. Это может быть только интересно 12-летним челам, блядь, которые... У которых настолько всё скучно, что им надо, чтобы, ну, хоть что-нибудь произошло. И вот оно. Конфликт в интернете. Блядь, всё нахуй. Хайпим, блядь. Это полное хоня, чуваки. Вот запомните навсегда, у вас, если какая-то неприязнь к человеку, никогда не нужно на публике её показывать. Вообще никогда. Я испытываю некоторую неприязнь к некоторым людям, но, блядь, вы вообще никогда не узнаете, кто это. Вообще никогда, блядь. Рек, рек, рэн, что случилось? Вот, про чё я и говорю. Ничего не случилось, чел. Тебе похуй, на самом деле. Пахнет лицемерием. Ты вообще знаешь определение слова лицемер? Я ещё раз тебе говорю, я челу лично всегда дам знать, что он мне неприятен. Но на публике при ком-то ещё я никогда не буду показывать, что мне не нравится этот человек. По нескольким причинам. Эти причины могут быть таковые, что я, например, не хочу портить обстановку другому человеку своим негативом. Я не хочу, например, вносить какой-то непонятный, блядь, непонятный негатив в плане... Ну, вроде сидим нормально, общаемся в целом, да? А тут я хуяк и начну хуесосить, да? Просто потому, что мне человек не нравится. Ну, это ж, блядь, упорыло очень. Вся политика, реклама, фильмы, отношения построены на конфликтах. Так или иначе наши люди пытаются... Да, но, блядь, в интернете все эти конфликты напоминают ебаный детский сад просто. Ну, просто детский сад, пиздец, вообще. У меня никогда не бывает к человеку неприязнь из-за конфликта интересов. Вообще никогда. Вот, например, как я вот чуть-чуть недавно приводил, например, конфликт того, через что человек просвещается, например, через какого-нибудь блогера интересного, да? Или с серьезным ебалом тикток сидит, смотрит. Вот тут уже... До ночи, блядь. А, тикток это вообще баг, блядь, интернета. Почему колбоебики хайпят его так жестко, блядь? Я вообще не понимаю. Для меня это абсолютно непонятно. Если дочка когда подрастет, лет 15, спросит, в какую игру поиграть, что посоветуешь? Чел, у меня в 15 лет дочка не спросит, в какую игру поиграть. Я ее научу тому, как находить абсолютно любую информацию в интернете за микросекунды. При этом, чтобы компьютер, блядь, не взорвался от вирусов. Меня научишь? Нет. Я не твой папа. Установи. Не, нахуй, мне такой сын я не нужен. Мне не нужен такой сын, блядь. Смотри, я не понял, рек. Я думал, ты мой папик. Что-то сейчас, блядь, сын. Мы тут недавно, блядь, рек. Рек, рек. Мы тут недавно нашли охуенный стрим, блядь. Рек, рек, сари, сари, сари. Как тебе, а? Кто согласен стать папиком? Папиком будешь? А, тут же очередь? А, нет. Что, кто папиком согласен стать? Так я ее видел. Я на 10 не у себя в постели. Это норма, Лойс. В смысле, у меня нет Лойса? Как вы, блядь. Сейчас, рек, Ронти, прошу прощения. Сейчас исправим. Счастья, здоровья, благополучия, семейное благосостояние. И, в общем, пока. Давай, чётик, покину. Можешь посмотреть предыдущие ролики. И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые. И, в общем, не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые. Продолжение следует...